Помимо базовой составляющей пенсионных выплат, пенсионер при определенных обстоятельствах может претендовать и на всяческие доплаты, которые будут зависеть от его социального статуса, факта трудоустройства, возраста, наличия наград. И звание принадлежности к льготным категориям граждан. Давайте рассмотрим, какие надбавки вы могли бы оформить, на какие доплаты вы имеете право, и что такое Лужковская надбавка к пенсии в 2020 году. Какие бывают надбавки к пенсии? Доплаты к пенсии могут устанавливаться федеральными и региональными властями, первые действуют по всей стране и финансируются из бюджета страны, вторые выплачиваются из местного бюджета, и их можно оформить только внутри одного субъекта. РФ. Федеральные доплаты к пенсионным выплатам могут быть три видов – социальные надбавки, доплаты к общегосударственным пенсионным выплатам, доплаты к страховым пенсиям. Читайте также статью «Федеральная социальная доплата к пенсии в 2020 году». Доплат к страховой части пенсии существует довольно много. Например, пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, вправе оформить доплату, составляющую более 4000 рублей. Надбавка полагается и работающим пенсионерам, отложившим выход на пенсию и продолжившим трудиться по найму, несмотря на достижение пенсионного возраста – 55 лет и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Читайте также статью «Порядок начисления доплаты к пенсии ветеранам труда». На повышенный размер пенсии могут рассчитывать и инвалиды, но лишь те, кому была присвоена айнетрудоспособная группа инвалидности. Также доплата к ежемесячным пенсионным выплатам будет начисляться за материальное обеспечение каждого иждивенца, около 30% от обычного размера пенсионной выплаты, при этом их число ограничено надбавкой назначается только за трех нетрудоспособных – людей или несовершеннолетних детей. Читайте также статью «Доплата к пенсии за группу инвалидности». Наконец, доплаты к пенсионным выплатам будут полагаться работникам сельскохозяйственной отрасли, труженикам и жителям районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Что представляют собой социальные дополнительные выплаты? Особенностью пенсионных доплат, установленных на федеральном уровне, является индексация, проводимая дважды в год с учетом роста инфляции. Социальные надбавки будут начисляться государственным служащим – 3% за каждый год службы после достижения пенсионного возраста, героям РФ и СССР, участникам боев, включая Великую Отечественную войну, гражданам, которые были детьми. В период начала военных действий – участникам Олимпиад. Читайте также статью «Доплата к пенсии за стаж работы 40 лет». Какие бывают региональные надбавки к пенсии? Надбавки в рамках субъектов РФ устанавливаются исключительно на усмотрение региональных властей, исходя из нуждаемости граждан пенсионного возраста, местного пенсионного прожиточного минимума и возможностей бюджета. Доплаты могут назначаться на основании заслуг или возраста пенсионера, а также способствовать повышению пенсионной выплаты до регионального прожиточного минимума, утвержденного для пенсионера. Прежде чем собирать документы на оформление какой-либо доплаты, нужно узнать о перечне надбавок в местное отделение пенсионного фонда или органов социальной защиты населения. В некоторых субъектах РФ доплат вообще не предусмотрено, а в столице, например, действует довольно значимая лужковская надбавка, названная в честь мэра Москвы, при котором она была узаконена. Читайте также статью «Доплата к пенсии за стаж работы 35 лет». Кто может оформить лужковскую пенсию и как ее получить? Лужковская надбавка индексируется 1 января каждый год. Право на получение лужковской надбавки к пенсионным выплатам имеют москвичи пенсионного возраста, зарегистрированные в столице как минимум 10 лет назад и получающие пенсию ниже действующего размера социального стандарта. Доплата призвана повысить пенсионное обеспечение до уровня московского социального стандарта. Имеют возможность оформить лужковскую надбавку и пенсионеры, зарегистрированные на территории города Москвы менее 10 лет назад, но величина доплаты будет существенно ниже. Если же гражданин пенсионного возраста является героем СССР или РФ, или же участвовал в Великой Отечественной войне, он все равно будет получать лужковскую надбавку в полном объеме. Читайте также статью «Московская надбавка к пенсии в 2020 году». В каком размере начисляется лужковская надбавка к пенсии? Величина лужковской надбавки будет зависеть от категории заявителя. Пенсионеры, зарегистрированные в Москве 10 лет и более, получают в качестве надбавки сумму, равную разнице между выплачиваемой пенсией и социальным стандартом Москвы. Пенсионеры, имеющие регистрацию в столице менее 10 лет, оформляют доплаты в размере разницы между текущей пенсионной выплатой и московским прожиточным минимумом. Ветераны ВОВ и Герои СССР и РФ также могут повысить пенсию за счет Лужковской. Доплаты до уровня столичного социального стандарта. По состоянию на 2017 год прожиточный минимум в Москве составляет 14 500 рублей, а прожиточный минимум 11 428 рублей. Соответственно, те пенсионеры, кто зарегистрирован в Москве недавно или является жителем новоприсоединенных к столице районов, утрачивает возможность получения 3000 рублей. Читайте также статью «Региональная социальная доплата к пенсии в Москве». Пример расчета Лужковской надбавки. Пенсионер Иван Павлович получает ежемесячно 8700 рублей в качестве пенсии. Он зарегистрирован в Москве с детства, то есть проживает в столице намного больше, чем 10 лет. Значит, он имеет право получать Лужковскую надбавку, которая увеличивала бы пенсионную выплату до московского социального стандарта 14 508 700 равно 5 800 рублей. Такую же пенсию получает и другой пенсионер Петр Валерьевич, прописавшийся в московской квартире 6 лет назад. Он зарегистрирован в столице менее 10 лет, а значит ему полагается Лужковская доплата, которая увеличила бы пенсионную выплату до уровня прожиточного минимума Москвы 11 428 8000 рублей. Куда обращаться за оформлением надбавки? Заявление о назначении Лужковской доплаты к пенсии рассматривается от 10 до 30 дней. Для того, чтобы Лужковская надбавка выплачивалась на основании принадлежности к определенной категории пенсионеров, нужно обратиться в региональное отделение пенсионного фонда с требуемыми документами. Если же пенсионные выплаты оказались ниже прожиточного минимума, специалисты государственного учреждения самостоятельно назначат доплату обращаться с заявлением не понадобится. Читайте также статью «Единовременная выплата пенсионерам из накопительной части пенсии». Какие документы нужны для получения доплаты? При обращении в отделение пенсионного фонда, помимо заявления о начислении Лужковской надбавки к пенсии, нужно иметь при себе следующие документы. Документ, где получить ксерокопию паспорта РФ, главного разворота с фото и страницы СА. Штампом о регистрации в Г. В Москве или при Соединенном районе, МВД РФ, справка о составе семьи ЖУ, паспортный стол, свидетельство обязательного пенсионного страхования ПФР, трудовая книжка с записью об увольнении с должности в связи с выходом на пенсию с последнего. Места работы заключения медико-социальной экспертизы для инвалидов, бюро им свидетельство о перемене имени, свидетельство о заключении брака при смене фамилии, органы ЗАГС, свидетельство о рождении ребенка, заключение МНИЖДИВЕНЦОВ. Органы ЗАГС, бюро им свидетельство о смерти, документы с записями о наличии родственной связи с умершим или решение суда о признании человека погибшим, органы ЗАГС, канцелярия суда, удостоверение ветерана ВОВ, героя СССР и РФ, для соответствующих. Категории граждан, уззаконодательные акты по теме. Закон город Москвы от 23 марта 2006 года, номер 36 дробь 2006 ОС о том, на каких условиях начисляется лужковская надбавка к пенсии типичной ошибки. Ошибка. Ветеран ВОВ не подал заявление на получение лужковской надбавки за того, что он зарегистрирован в Москве менее 10 лет. Комментарий. Ветераны ВОВ, герои СССР и некоторые другие категории граждан могут получать лужковскую надбавку в полном объеме, несмотря на непродолжительную регистрацию в столице. Ошибка. Пенсионер, зарегистрированный более 10 лет в районе, который был недавно присоединен к Москве, претендует на лужковскую доплату до социального стандарта. Комментарий. Жители недавно присоединенных к столице районов могут претендовать только на лужковскую надбавку, увеличивающую пенсию до уровня московского прожиточного минимума. Ответы на распространенные вопросы о том, что такое лужковская надбавка к пенсии. Вопрос номер один. Нужно ли проживать в Москве на протяжении 10 лет и более, чтобы претендовать на лужковскую надбавку к пенсии, или достаточно быть прописанным на территории столицы? Ответ. Верно, период регистрации в городе Москве должен в совокупности. Составлять не менее 10 лет проживать на протяжении указанного периода времени в столице нет необходимости. Вопрос номер два. Может ли лужковскую доплату к пенсии до социального стандарта получать иногородний, зарегистрировавшийся у родственников в Москве? Ответ. Нет, если только срок регистрации не превысил 10 лет. Видеосоветы. Какие льготы, положенных пенсионерам, а именно надбавки к пенсии? В видео раскрывается информация о льготах, положенных пенсионерам, а именно про надбавки к пенсии. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok